Death Prophet. Крабелус. Крабелус всю свою жизнь была преданным последователем культа, призывающих смерть. Ее вера дала ей возможность сеять разрушение и после смерти, в образе духа. Она способна призывать хищных летучих мышей и мертвых духов, которые отправляют на покой тех, у кого еще течет в венах кровь. Пользуясь темной магией, она пугает врагов, отбирая у них силу произносить заклинания. А наверное смерти во всем и желает, чтобы все остальные тоже обратились в прах. Загрызите их. Загрызите их, мои духи. Отлично. Всем привет. Сегодня у нас необычный гайд. Сегодня у нас на гайде Death Prophet, она же Крабелус. Данный персонаж славится тем, что очень мощно пушит товара. Она вообще является очень мобильным персонажем, которого я вам покажу сегодня на практике. Сегодня гайд, и поэтому мы разберем все ее способности и в принципе перейдем плавно к игровому процессу на данном персонаже. Готовы пушить товара? Готовы ломать лица? Тогда поехали. Итак, друзья. Первая способность на наших персонажей это Swarm. Swarm это такая способность, которая имеет определенную дистанцию, определенный урон, определенный монокоз, в зависимости с уровнем прокачки. И соответственно, что у нас будет происходить, когда мы прокачаем данную способность. Это таргетная способность, которую мы можем указать на область, также можем указать на инми оппонента. И соответственно, происходит вот такой эффект. Вылетает летучие мыши, летят на определенное расстояние и наносят урон всем, кто появляется у них на пути. Будь то крипы, энеми, вообще нет разницы. Да может, ну обычный такой магический спелл, который наносит определенный урон. Давайте разберем. Дистанция данного спелла 810 единиц. То есть на 810 единицу так вот у нас разлетаются духи. И, что самое интересное, ребят, самое интересное то, что данный спелл у нас имеет такую ауешку своеобразную. В начале она имеет 110, а в конце имеет 300 расстояния. То есть, если персонажи будут стоять очень близко, то, к сожалению, дэмон же они не получат. А в конце, то есть оно вот так вот работает, знаете, треугольником. То есть этот спелл работает треугольником. По окончании данной способности, то есть как по концу вот этому, ауешка увеличивается. Это очень интересная на самом деле механика темы, но давайте же плавно перейдем уже к уровням прокачки. По уровням прокачки у нас все просто. Увеличится дэмэдж и улучшается монокост. Смотрите, на первом уровне 75 урона нанесем, на втором 150, на третьем 225 и на четвертом 300 урона. КД всегда 8 секунд, но не стоит забывать про третий спелл, о котором мы поговорим позже. КД у нас 8 секунд. И по монокосту 105, 120, 140 и 165 маны будет брать данная способность. Эта способность не проходит через БКБшки, другие какие-то определенные предметы, которые будут у нас защищать от магии. И в принципе это все по данной способности. Также можно еще продамажить невидимых, которые будут просто вот так вот пробегать и мы их затронем. В принципе это все. Поехали на второй спелл. Следующая способность на нашем персонаже это массовый Сайленс, который имеет АОЕшку 425 единиц. И расстояние применения данной способности будет 900. Это очень прикольный и очень далекий Сайленс, который может блокировать все способности энеми оппонентов. То есть соответственно произношение заклинаний будет недоступно. Плюс отличная АОЕшка. И в принципе отличный КД и отличный монокост. Друзья, по уровням прокачки у нас тут все просто. Увеличивается количество, так сказать, времени проведенное в этом Сайленсе. Для всех, кто попадает в эту АОЕшку. Смотрите, на первом левеле 3 секунды, на втором 4, на третьем 5 и на четвертом 6 секунд. Энеми оппоненты не смогут, не смогут что-то прочитать, какое-то заклинание. То есть воспользоваться какой-то магией. Вот, в принципе все просто. КД 15 секунд, по монокосту 80 маны. Опять-таки, друзья, не стоит забывать, что данная способность также улучшается третьей. О которой мы поговорим уже с следующим спеллом. В принципе по данной способности все. Не проходит через БКБ, то есть если юнит будет в БКБ, соответственно мы не сможем, так сказать, заглушить его. В общем, это все. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это третий спелл. Это пассивка, которая улучшает нашего героя. Она улучшает первый спелл, второй спелл и, соответственно, ультимативную. Также добавляет нам большой Мовоман Спид, который, так сказать, будет нам помогать быть более мобильными на нашей карте Defense of the Ancient. И, соответственно, ребят, переходя к каким-либо улучшениям в зависимости от уровня прокачки, я буду представлять вам табличечки, которые будут вылетать вот здесь вот чуть-чуть. Вот, ну вот где-то вот тут вот. И, соответственно, вы будете более ознакомлены. Я буду разговаривать по, так сказать, по ласт уровням прокачки, чтобы сильно не затягивать. Но вы, если что, сможете остановить и более подробно рассмотреть. Что ж, что у нас, в принципе, дает прокачка третьего спела? Давайте просто разберем, так сказать, в целом, а потом пробежимся быстренько по всем скиллам. Смотрите, при прокачке третьей способности у нас увеличится базовый Мовоман Спид на 5, 10, 15 и 20 процентов. Табличка, вот она сразу, видите, по табличке. Также у нас улучшается расход маны для первого спела и второго на 10, 15, 20 и 25 единиц. Уменьшаются перезарядки, да, Carry On, Swarm и Silence на 1, 2, 3, 4 секунды. И, соответственно, добавляются духи на 3, 4, 5 и 6 единиц к ультимативной. Все довольно-таки просто. Вы прокачиваете уровень и, соответственно, у вас уже, как бы, герой начинает становиться, так сказать, сильнее. И все, кд-шится меньше и, соответственно, все становится намного лучше. Пойдем к первому спеллу. Смотрите, табличка. По первому спеллу все просто. У нас уменьшается кд. Кд и монокосты. Кд у нас на первом спеле становится такое. Табличку, опять-таки, я показываю. Смотрите, 7, 6, 5, 4 секунд кд. Также, в зависимости от уровня прокачки третьего спела, смотрите, у нас очень сильно улучшается монокост. 155, 150, 145 и 140 маны на ласт-левеле. Прокачки третьего спела у нас будет брать первый спелл. Это касаемо первого спела. Переходим к сайлансу. Касаемо сайланса, тут также все просто. Уменьшается у нас кд сала и монокост. Время перезарядки 14, 13, 12 и 11 секунд сайланса и монокосты 70, 65, 60 и 55 маны будет брать вторая у нас способность. Ну и, соответственно, переходя уже к ультимативной, тут у нас будут добавляться духи. Как духи, я уже сказал, 3, 4, 5 и 6 духов. Но, смотрите, есть табличка. По табличке все просто. В каждом уровне, так сказать, прокачки у нас будет разное количество духов. Я не буду полностью объяснять, если что, ребят. Смотрите, как это работает. Тут именно 5 ступеней, так как пассивный ульт. То есть, соответственно, на один раз взяли и, соответственно, третьим спеллом мы улучшаем. И у нас получается базовое определенное конечное количество. 14, 20 и 27 духов. Очень все просто. Данный спелл, короче, это как агоним для нашего персонажа. Только он улучшает у нас все скиллы, плюс еще дает movement speed. Очень просто, в принципе, я вам объяснил. По табличкам, если что, не забывайте. И, соответственно, переходим уже к ультимативной. А ультимативная это то, что нам необходимо. Поехали. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже это экзорцизм. Экзорцизм позволяет по нажатии одной кнопки призвать у нас вот таких вот духов, которые в АОЕ 700 единиц будут атаковать всех энеми. Они могут атаковать рандомно. Это, так сказать, у них пассивная задача. И есть у нас, у них активная задача. Это атаковать тех юнитов, на которых, так сказать, затриггерена у нас Кроба. А так, в принципе, когда мы бежим, они на пассиве атакуют в радиусе 700. Семи сотен единиц. Соответственно, что у нас получается? Если Кробелос у нас начинает атаковать, то, соответственно, духи в приоритете начинают атаковать ту цель, которую бьет Кроба. Соответственно, они начинают триггериться туда все и вливают весь дэмэдж абсолютно в того персонажа или в тот тавер, куда, ну, не важно, абсолютно, именно в то место, куда желает Кробелос. А так, в принципе, они на пассиве могут жрать. То есть, допустим, вот так вот у нас персонаж стоит. Они рандомно могут разлетаться и, соответственно, кого-то кусать. Но если мы нажимаем, так сказать, атаковать, и они, соответственно, смотрите, все триггерятся и, так сказать, летят все по кругу, возвращаются примерно с разным интервалом. То есть, ну, как разным. Они делают такой облет, кружочек и возвращаются и опять атакуют. Один дух такой будет наносить 53-58, так сказать, физического урона. И, соответственно, что у нас тут еще есть? Эти духи выпускаются на 30 секунд. Количество духов зависит от уровня прокачки. По уровням прокачки у нас на первом левеле 11, на втором 17 и на третьем 24 духа выпускаются у нас. Но не стоит забывать про третий спелл. Опять-таки, табличку просто так здесь прикреплю, чуть-чуть она повисит, повисит, повисит и уйдет. Если что, ребят, посмотрите и, опять-таки, ознакомитесь, так как я на третьем спеле тоже уже, в принципе, говорил о этой теме. И, соответственно, что у нас есть такая вот какая-то тут плюшка, особенность данного ультимейта. В приоритете я, по приоритетам, так сказать, я уже вам рассказал, что если мы атакуем какого-то персонажа, то духи тоже будут его атаковать. И, соответственно, они также на пассиве в АОЕ-700 атакуют у нас каких-то иными оппонентов по рандому. Эти духи в пассиве не атакуют, такие как там варды, там шамана, там обычные варды не атакуют. Но они будут атаковать, если мы будем атаковать, то, соответственно, и духи туда тоже полетят. Основная фишка этой ульты, в принципе, ребят, смотрите, по тому времени, по истечении времени, когда у нас, так сказать, духи начинают возвращаться, и, соответственно, весь дэмэдж, который эти души успели нанести за 30 секунд, они, так сказать, когда возвратятся нам обратно, эти духи, в размере 25% от этого нанесенного урона этот урон преобразуется нам в хилл. То есть, соответственно, если у нас был недостаток каких-то хитпоинтов, мы были лоу хпшные, то 25% от нанесенного урона душами вернется нам в хп. Видите, они сейчас вернулись души, соответственно, если бы они кого-то подамажили, то 25% от дэмэджа нанесенного преобразовалось бы нам, так сказать, в хилл. И, в принципе, это все по нашему ультимейту. По колдауну данная способность имеет 145 секунд, это очень большой кд, на самом деле, но ничего страшного, на самом деле, на геймплее покажу, как с этим справляться. И у нас также разные монокосты. Монокост у нас такой, 200, 300 и 400 маны будет у нас требовать, так сказать, этот экзорцизм. Также появление душ у нас тоже разное. Табличка, ребят, табличка, опа, опа, то есть, соответственно, с уровнем прокачки у нас разное количество духов, соответственно, и дольше они будут выходить, почти до 3 секунд, 2,7 секунд у нас будут появляться души. Но ничего страшного. Не стоит забывать, что эти души у нас также, они прерываются, ребят, если, допустим, мы вот так вот делаем и тпшимся, они у нас вот здесь вот, так сказать, погибают и все. То есть, мы остаемся без ультимейта. Также не стоит забывать, ребят, что если мы имеем рефреш, и если мы попытаемся, так сказать, рефрешнуть этих душ, то есть, соответственно, вы хотите там 40 духов, да, у вас не получится, ребят. Этот, так сказать, ультимейт, он начнет перебафываться, и, соответственно, ничего не произойдет. Видите, они вернулись и опять, они вернулись и опять. То есть, соответственно, это такие нюансы, о которых нужно знать. А так, в принципе, расстояние 2000, так сказать, если на 2000 расстояние вы отходите, то духи, к сожалению, вот так вот уничтожаются. Ну, это вот такая вот, так сказать, нюансная вот эта фишка, о которой, в принципе, мало кто бы рассказал. Ребят, в общем, в принципе, вроде ничего не упустил по данному персонажу. Очень прост, в принципе, в теории, в практике он еще проще, этот герой. Ватный очень сильно в начале, но я вам покажу, как правильно собрать данного персонажа и что, в принципе, делать на карте, на данном герое. Ребят, пожелаю всем приятного просмотра. Не забывайте ставить лайк, если вам нравятся премьеры. Валентин, специально для тебя. Ребят, кто не знает, кто такой Валентин, это Ажин, это мой спонсор. Я специально для него делаю этот гайд, и, соответственно, я надеюсь, бро, тебе понравится. Реально, надеюсь, тебе понравится, потому что герой специфический. И не думал, что я сделаю в первых рядах, так сказать, этот гайд. Приятного всем просмотра и поехали! Уф, друзья, с утреца пораньше кофеина с хиназисом. Будьте такими же, как я тут на картинке. И будет все отлично. Так, друзья, сегодня у нас, так как Крабелус, мид. Д, мид. Идем в мид лейн. Ксен, это Ти? Нет, это не я. Нет, 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 нет. Где у нас Кроба? Я даже не знаю, где она по пику. Но это нежить. Это нежить, вот она. Друзья, данный персонаж, я твой фанат. Бро, спасибо. Спасибо, спасибо тебе, бро. Будешь творить гайд, знай, братишка. Уважаю таких людей, которые прям вот, ну, если ты еще и стабильный, то вообще классно, что типа ты сегодня говоришь, что ты фанат, а завтра говоришь, что я не очень, то как бы это некрасиво. А когда говоришь, что ты фанат, и ты реально фанат, это ППФ. Так, друзья, ну, будем тут уплотняться. Смотрите, тут Тини. Соответственно, сразу, скорее всего, будем... Ксен, это фейк. Вот так напишем. Будем уплотняться, потому что там Тини. Скорее всего, сейчас пойдем немного возьмем фазы на начальную стадию. Да, да. Я ксц, кто это. Так, все. Я мид. Я мид, ребят. Напоминаю, второй раз уже. А вот этот пацан пойдет на мид, checkайте. Я в любом случае пойду на мид. Вот мы с вами делаем. У нас на то есть саппорты. Ты мидер, а дей кура. Сразу. Я не обязан покупать курьера, так как я... О, еще и мдакает. Ну, закон джунглей. Офай. И бери саппорта на четвертую-пятую позицию. Он сейчас такой... ЧЕГО? Какая четвертая-пятая позиция? Это что? Все. Понимаешь. Так, друзья. Начинается у нас тут веселье. Не знаю, сало я не очень хочу качать. Не, но тут типа... Спускаться, прокачивая сало и пытаться забирать у двоих... Энеми оппонентов монету. Это, конечно... Не ахти. Так, ну можешь побить его немножко? Две тычки надо дать хотя бы. Слышь мою пень. Да, пень. Как я кричу? Как она орет? Так, пошли крипочки. Тычкуем, пацана. Тычкуем. Мы его отсюда прогоним сейчас. Просто агрессивно будем стоять. Вейстине это самая легкая линия, которую можно придумать. На самом-то деле. На самом-то деле. Ладно, ласт хит не терять. Ласт хит не терять. Хорошо. Вижен бы еще на него. Не добью. Деда. Жалко. Когда надо, никто никогда не промахнется из дедов. Потому что деды сильные. Хорошо. Может попытаться меня обмануть. Тинник. Что у него там? Топорик? Братан. Ну топорик на тине. Блин, у тини и так с ласт хитом все. Ну типа. Идеальный персонаж. Очень много дэмэджа. Типа. Еще топорик докупать. Это конечно я хз. Не могу так. Ужас. Не затычкуешься. Даже пофиг. На ботал. Сейчас третий левел апнем. Начнем спам контору. Спам конторой будем уже душить. Страшно. Он сейчас не будет подходить уже. Спам контора. Так он ушел. Нет. Ну только не вот это. Нет. Не вовремя. Чтобы вы понимали. Сейчас 9 утра. И мне 9 утра кто-то название начинает. Так. Начинаем спам контору. Активную. Причем такую. Активную. Сейчас ботал берем. Третий. Вот сюда наверное. Блин нет. Туда уже. Не пойдет. Опять бинды не работают. Админы. Плиз. Чините. Чините бинды. Почему бинды постоянно слетают? Бинды постоянно слетают. После того как запускаешь варкрафт заново. Я сейчас без биндов. Но я пока не буду отключать. Надо. Додушить тине. Но тине стоит АФК. Сейчас нету бинда у меня. На курочку. В упор промахнуться. Это про меня. Ребят сворачивайся. Бинды поставить. Потому что блин. Я каждую игру теперь. Каждый гайд. У меня теперь. Это классика жанра. Пойти и поставить бинд. Потому что это ужас. Какой-то. Это какой-то ужас. Бинды, блин, слетают. Страшной силой. С ластхитом очень все плохо. Ребят, первая катка. Разогрев. Так что сильно там не гундите. Сильно не гундите. Еще эти промахи. Которые бесконечные. Это все. Неудивительно. Сес. Так. Хейст. Отличная руна для моего персонажа. Просто экселент. Будете драться? Нет, не будет драться. Или будешь? Ну, подрались бы. Я бы там подошел бы. Поднастиг бы. Хорошо. Что, снайпер пришел экспусть стилить? Внизу не стоится. На топе вернее. Я сам могу. СПС. Понимаю. Понимаю. Тини тут, конечно, на подсосе. На страшном. Ребят, базилку тоже можно. Если вы собираетесь пушить, типа тут можно базилку собрать на данного персонажа. В любом случае. Ну, типа такое. Сейчас он ману садит. Хорошо. Что, он вис таки зашел? Хорошо. Так сказать. Так сказать. Пришел подписчик задушить. Но не удалось. Не доиграл немножко. Я его переиграл. Блин, ну. Типа сейчас будет трудно. Но тут столько экспы я прогуливаю. Давайте одного крипа заберем с экспы. Да блин. Да тут надо всех с экспы забирать. Так не пойдет. Там просто СК может руну пережать. Го-го-го. Быстрее. Д. Хорошо. Надо нулик выкинуть. Все, нулик пора подбирать. Нет смысла взять боту больше. Не достану. Эх, жалко. Жалко, не достал. Так, ну что. Надо вообще в идеале духов поднять. Да тут просто растормошить все. Но типа тут проблема в том, что крипов сейчас не будет уже. Просто так поднимать тоже не хочется. Еще тут ката. А, не, не гоу. Хотел купить один айтем. Который будет помогать ману регене. Потому что с монопулом отвратительно все. Ребят, стоим просто дрочим мидлейн. Пока апаемся. Берем, выфармливаем юл. Так сказать, попутно выфармливаем каких-то айнами оппонентов. Которые будут тут, так сказать, заходить и плутать. Как бойник. Все, будет огонек. Третий в раскач. Начнем сводить стоуну, наверное. Вообще, в идеале было бы взять Клоаку. А не идти тупо в раш Юла. Это было бы намного правильнее, я считаю. Но я же дурачок. Так, вот этого задушить. Да, как обычно. Вот я не удивлюсь, если сейчас и на него промах вылетит. Да не, на его я просто не добью. Но это вы промах вылетите. Так, Бонник на топе. Гоу, прогуляемся, наверное, да? Гоу, друзья. Друзья мои, гоу. Успел зайти. Ну, крипа, типа, таргет держит на мне. Мне не захилиться ботлом. Давайте тавр запушим. Тавр запушим. Гоу. Галтэшку. Галтэшку вы запарили. Че стоять там? Блин, да уже и на мид надо идти. Ладно, гоу на мидлейн. Маны не хватает, страшно. Курьер полетел на низ когда. Так, слушайте, там 170 хп. Сейчас он фидонет. Чекайте. Как сказать, на ниджданчике. Куда пойдешь? Куда пойдешь? Он пошел крипа кушать, наверное. Ладно, хрен с тобой. Надо ультануть. Очень долго что-то растягивается от этого все. Мне нужно тут просто пушить. Просто берем, поднимаем духов и, короче, ломаем. Типа, это будет бесконечная беготня у меня. Все, отлично. Просто подняли духов и побежали. По-другому тут никак. Духи, душите. Хорошо. Спасибо духом за победу. Так, ну вот этого пацана, он заберет у меня руну. Сейчас мне боттл. У меня боттл, пожалуйста. Давай на перегонки, честно. Давай, братан. Я тебе даже вот так сделаю за твое, так сказать, благоразумие. Отлично. Есть ю. Душим. Там вообще лоу-лоу-лоу хп. Слардар... А, Слардар далеко. Отлично, есть ю. Очень хорошо, что сейчас ю был. Духи там нормально задушили. Гоу, пушим, пушим, пушим. На миду. И, кстати, так четко в тайминг они начали заканчивать, что я начал на отхил работать. Фит контора. Просто сало в тайминг. Сало в тайминг и поехал. Отлично, вторая тэшка есть. Гоу, я на руну. Я на руну. Отлично. Так, далее какие айтемы? Скорее всего уйду в лотар, потому что лотар это прикольно на данном персонаже. Это риле. Пушка. Пушка. Потому что вы сможете спокойно передвигаться в драках. В драках передвигаться и душить. Отлично. Так, третий докачали. Отлично. Теперь у нас все улучшено. Улучшенный монокост и хороший моуман спид. Он у нас и так, в принципе, опасный. МС-так, но куру, вернее, руну там законтрили. Это печалька. У меня 800 хп, это очень мало. А, тяни на топе, он просто не пошел. А, тут все равно законтрили. Хорошо. Гоу, 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 ребят, я бегу, я бегу, я бегу. Можно быть. Блин, 1 до 11 чуть-чуть, поэтому поднимать духов я не буду. Но этого пацана мы встретим. А, вот так могу духов поднять? Куда пойдете? Налево или направо? Налево, направо, направо пошли. Окей, гоу. Ну-ка, загрузите его. Загрузите его. Загрузите его. Вот этого пацана. Загрузите его. Загрузите их. Загрузите их, мои духи. Отлично. Да, ради такого стоит играть на этом персонаже, друзья. Вот так вот. Ксенгуиде. Разгуиде. Хорошо. Душите, душите. Душите. Душите, мои души. Души умерших. Не добью, пусть лавдар уже добивает, а то кричать будет лавдар. Так, гоу, уплотнимся. Сразу выходим в Акторин. Для того, чтобы снизить калдауны, друзья. Снижаем калдауны с помощью Акторина. Еще сильнее снижаем. Наш третий спелл снижает. Так мы еще сильнее снизим. Понимаете? Понимаете, что будет происходить? Наш персонаж создан для спама и пуша. То есть, соответственно, вот так вот задуваем. Идем на руну. Но на руну сейчас не пойдем. Мы сейчас вот так вот сделаем. Двенадцатый. Берем, качаем сайлэнс. Эту тему берем. Бежим на низ. Если на низу будет еще руна, пойдем отопьемся. И будет все огонек. О, смотри там. А-а-а. За диспелем с него. Мана есть у него. Го-го-го, братан. Гонки. Росгонки. Знаешь, такое. Ну, тут можно, конечно, сейчас прогуляться. Но. Типа вот так вот делаем. Ага. А тут я подошел из-за угла, братишка. Я бы сейчас порастался с жизнью, если бы так не сделал. Так, так, так. Начинается драка дальше. Зря не в бойника. А у меня есть сало на бойника. Держи в курсе. Жалко, что я ничего не получил. Но это было круто сейчас. Я прочитал просто, что могут сыграть с хайграунда. И мог расстаться с жизнью. Просто. Так что вот это, так сказать, опыт, ребятки, не пропьешь. Вот что бы ни говорили. ЧСВ, не ЧСВ, но опыт не пропьешь. Серьезно. Как это говорится. О, кстати, насчет пропьешь. Чаек-то нужно. Чаек это гордо. Че, гоу, далее. Ребят, давайте нулик продадим. Знаете, почему? Солбустер взял. Для того, чтобы, так сказать, быть немного плотнее от Тинника. И лотар надо. Так, ТПшка. Два варда возьмем. Гол, ТПшечка. Отлично. Вот так вот затаримся. Пойду варды киткну. Варды. Два варда влез кинута, так как сейчас по низу пойдем. Один вард вот сюда. Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. И вард вот сюда. Хорошо. Там Тинни с даггером. Дуггер. Загрызли души, конечно, по-страшному. Там руна есть. Можно пробежаться. Только по низу тупо. Нефиг бегать. Сами прибегут. Гоу, спамить. Не спамишь и денежек нету особо. Просто бегаешь, если за какими-то фрагами. Просто нужно спамить линию и все. Душим теперь Т-шку. Смотрите, как души кусают. Это жестко. Это жестко. Можно чуть-чуть сейчас тут подушить и уйти на топ. Но тут можно так подушить, что в таверну отлететь. Смотрите, что СК делает. Ля, задроты, что делают? Ля, задроты, что делают? Классика жанра, так сказать. Сайлент сдать. Тайминг. Хорош. Все равно умер на СК. Блин. Ну, опасно тут оставаться. Проспамили, чуть-чуть ушли. Хорошо, но нижний тавер мы забрали. Ждем, когда экзорцизма. Надо было лотар все же сделать. Что там у даги-джаги? ПТ-домик. Ну, лучше, чем маднес, в любом случае. Маднес, типа это королевский насос получается. Немного пассивная игра получается, если делаем. Ну, next пойдем через лотар. Потому что я тут уплотняюсь из-за тинника. Я тут уплотняюсь из-за тинника и геймплей тут так. Ага, забайтим. Вот так вот сделаем. Так вот сделаем. Ага, забайчено. Хорошо. У меня почти есть экзорцизм. Друзья. Друзья. Пойти бы. Слишком много их тут. Да, сейчас бы лотар пригодился. Можно, в принципе, с солдбустером бахнуть лотар. Гоу. Почему нет? Я пока пойду на ту Т2. Бахнем лотар с солдбустером. В окторин позже выйдем. Нам нужна одна драка, которая поможет выйти в окторин. И все. Солдбустер, так сказать, сейчас просто на уплотнение. Без лотара не чувствую силы своей. Душ не будем поднимать тут. Скорее всего. Оу. Будем. Эй, не дущи. Я тут не хочу умирать. Жесть. За мной просто по пятам. Тык-тык-тык-тык-тык через мидлейн. Да. Лотар, конечно, сейчас бы пригодился. Сейчас бы лотар пригодился. Ну, у нас Огр забрал с Игнайта двоих. С Игнайта двоих забрал. Ну, что сейчас сделаем? Вот ошибка в айтем билде. Вроде, с одной стороны. Тинника я все равно кайчу. В любом случае. И пацаны приходят разносить. Ошибка в билде сейчас была. Сразу в лотар надо было выходить. Просто пиццов бустера. Пойнт бустер купить и выходить в лотар. Потому что это мобильность моя. Это моя мобильность. Было бы все топчик. Было бы все топчик. ДК у нас приболел чутка. Кто-то... Кто-то с... Слесиска. Что с лесиска? С лесиска. Лол. Кто-то с лесиска. Что такое с лесиска? Я не понимаю реально. Так, сало есть. Сало есть. Сало докачали. Очень хорошая дистанция. Гоу спамить. Спам звонки. Заказывали. Дабл дэмэдж нет. Спам звонки заказывали? Да, да, да. Фид конторы заказывали? Нет, нет, нет. Вы что? Катинни идет. Вижу, блинканулся кто-то. Кто может блинкануться? Только Катинни. Только Катинни может блинкануться. Так сказать, фармим, не отходя, так сказать, от речки. Потому что очень опасно. Очень опасно. Ты понимаешь, как бы... На топ. Там вон до Катинни. Вышел. Подошел из-за угла. Страшно. Будет прыгать. Буду вязать на нее ИУ. Так, проспамили чуть-чуть. Проспамили чуть-чуть. Хорошо. Соточка есть. Еще спамить надо. Бомбовая дистанция, конечно. Вес. Лотар сейдж. Духов поднимаем тут. Паразик укуснуть, так сказать. Надо, Тавер. Крип надо подойти. Вообще, надо к крипам подходить. Когда Тинни в катке, надо к крипам подходить. Страшно, что сейчас может Тинни меня... ...зажучить. Все, бэк. Согласен. Тут, безусловно, безусловно. Забрали Т-шку и ушли на пассиве. Очень мощная ультимативная, которая позволяет просто нереально быстро сломать. Хорошо. Души просто сказали, ну у тебя нафиг. Ну у тебя нафиг. Души с руки. Ммм, хорошо. Огрико, можно сказать, подставили, но не скажу, что прям подставили, но... Опа. Ох, не достал. Мой сладкий. Сюда он за мной бежит. У меня 522. Вот Слардар там, так сказать, потерялся. Слардар там потерялся. Да дай ты сворм-то. Летучих мышей кидай. Типа рискануть можно, но... Рискануть можно. Второй раз, братан. Чищ. У меня проблемы, друзья. Хотя нет проблем. Найс, братан. Подписчик. Подписчик молодец. Был унижен и ливнул. Лол. Вот так не делайте никогда, ребят. Типа серьезно. Играйте до конца. Даже если не идет катка. Это плохо, что он ливнул. Сейчас буст у них пойдет. У них керри. У них керри. У них пойдет буст. Можно сильверейч купить от Тинника, кстати. Да и от Мартретки. Хорошо. Ох, что эти подпышничники. Можем смело выйти даже в ХГ, в принципе. Мне одну линию только долбить. Вот так вот с вормами. Раз. Это фармконтора уже. Два. Это уже фармконтора получается. Братан, мне не нужен твой фраг. Мне нужен только вот эти деньги. Вот эти деньги тут нужны. Боже, какой фарм, да, ребят? Просто с вормами спамишь и все. Не успел кату добить. Мне как раз нужны вот эти деньги. Раз, с ворм. Два с форма, одного крипа не хватает. Как раз. Сейчас будет Актарин уже, будем ультовать. Тупо. Можно будет попробовать пойти под ХГ. Ультануть. Так, тавер добили, отлично. Гоу. Смело. Есть Актаринус. О, привет. Я даже, я на юл не успел себя поднять. Не доконтрил. Я, если честно, и думал, что мне сало прилетит. А знаете, откуда сало? Сало отбойника. Я хотел нажать ульт, быстро успеть и зайти в лотар. Я бы еще и раздамажил сейчас. Вот когда левает один инеми какой-то, и сразу начинается вот этот диссонанс. Сразу. Ну, это неудивительно, в принципе. Не успел, я тут не доконтрил. Но у меня планы были другие. Я не думал, что еще сало прилетит. Я такой, потом мне сало прилетит. Я Х нажимаю, мне сало прилетит. Я такой, так, подождите. Сало. И такой пятерку нажимаю, уже поздно. То есть, вот оно как, ввел заблуждение меня из-за того, что Бонник левнул. Бонника, походу, намечался там арчит, и этот уже доделал арчит таки. Ну, вот так вот это и работает, друзья. Так что, Бонник, знаешь, что ты сосиска? Зачем ты леваешь? Я не понимаю. Неужели мама тебе подошла, дала шапалаха и сказала, ты что сидишь? Иди в школу. Хватит сидеть. Кстати, забыл я, что нужно включить свет. Со светом куда лучше. Вообще, не знаю, зачем я взял сентри. Надо было брать бот. Ой, надо было брать не сентри, а... Гоу. Там дасты есть, да? Гоу-гоу-гоу. У меня хорошая дистанция сайланса. Сейчас души задушат его. Это верно. Души-души. Сейчас, смотрите, что сделает. Что они... Что они сделают с ней? Что они с ней сделают? Что они с ними сделают? Что они с ними сделали, друзья? Просто разгрызли. Разгрызли души. Хорошо. Вот так вот. Души просто грызут. А у меня уже сколько? 60 секунд до ульты. Вот он, октарин. Сила, пауэр, оф октарин. Сейчас еще рефрешер. До кучи. Можно шиву еще сделать. Шиву, наверное, надо сделать. Потому что армора нет. Сейчас шиву сделаем, друзья. Шива нужна. Вот сейчас рефреш и поднятие духов и минус хг. Примерно так это и работает. Потому что по-другому как-то, ну, не очень. По-другому не очень. На Кробелус такая проблема бывает, что вы выиграли файт, а драться вы не можете идти. То есть, ну как, вернее, вы выиграли файт, а пушить вы не можете. И, к сожалению, типа, ну, приходится... Приходится делать вот так вот. Я тебе сентри засунул, Случан. Я тебе. Давайте убьем его. Слардар. Ужас. Сейчас ульт будет. Сейчас ульт будет. 11 секунд. Уже протянули тут. 11 секунд. 10. Надо хилку уничтожить. Далеко загуливай, но ничего страшного. 2 секунды. Ультимативная. Все, поехала. Создали у нас тут проблемы. Сейчас души запушат. Хорошо. Так, ребят, ну всю жопу на себя беру. У меня тут гг, кажись. Да, в меня все равно. Опа. Драться, 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 драться. Ай, захилился хорошо. Отлично. Отлично. Еще живой Тинни. 700 мана у него там. Ну, страшно. Со сформой я так сильно тут не захилюсь. Он, типа, прыгает, я умираю. Откинь на свое. Идет. Идет, бродит. Таверно. Хорошо. Свинтричков понапокупали. Уже думаешь, что... Не у язва. Хорошо. Шивочку, ребят. Шивочку. Шивочку. Гоу. Уже почти ульт есть. Вот оно. Вот оно преимущество Актарина, ребят. Актарин нужная вещь на данном персонаже. Плюс еще, если... Сделать... Да гок... Ну-ка, дайди куру. Опять реюзают. Ужас. Сейчас уже будет. Хватит места на Шиву. Отойдем. Чуть-чуть в стороночку. Ой. Сворм дал, не туда. Хорошо. Шива есть, можно поесть. Поднимаем духов опять. И душим, так сказать. Найс, пуш. Да, друзья? Пуш очень сильный. Пуш очень сильный. Можно тут еще погрызть немножко. Прогрызть, так сказать. И в меня кидает. Нет, не в меня. Красава даю. Отлично. Душите, души, душите. Не хотят. Они решили задушить эту. Отлично. 3х мультикасты. Опача. Хилочку разбить. Хорошо. Отлично. Ну, хороший файт. Хороший файт. Да, кура, 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 кура. Опа. Есть кура. Отлично. Ну, такая вот катка первая. 31 минуточка. Валентин. Ну, думаю, это красочная игра. Для тебя понравится. В принципе, тут... Смотрите, что по билдам. Вы просто покупаете яул. И с яулом уже начинаете играть более активнее. У вас получается такая, знаете, уже активная игра. Вот тут если бы не бойник на самом деле, то игра была бы намного лучше. Но так, в принципе, надеюсь, понравится. Поехали в следующую катку. Итак, друзья. Поехала вторая игра. Тут особо ничего по билду не будем менять, наверное. Посмотрим сейчас, какой будет пик. В зависимости от энеми оппонентов, от их пика, мы будем действовать постоянно. Опять я занежить. Ну, просто истинное дьяволическое создание этот герой. Этот герой просто истинное дьяволическое. Так, что мы будем сейчас, так сказать, айтем билдить. Так, опять стони гиант. Но опять придется уплотняться. Ты умеешь мить? Нет, не умею. А ты точно не лох? У него нико лох, просто я лох. А ты точно не лох? Надо спросить. Встречный вопрос. Я за позитив всегда. Так что, ребят, не забывайте ставить лайк, если вам нравятся такие гайды. Если вам вообще нравятся гайды. И если хотите и ждете какого-то определенного персонажа, то ждите, подписывайтесь на канал. Просто сделаю на всех героев просто, как и обещал. Так, понапикали серьезные темы. У нас тут тини, как обычно. Тини, как обычно. И знаете, что я вам скажу? Смотрю, мы сейчас, походу, будет... Сейчас потненько, походу, будет у нас. У нас тут потненько, походу, будет. Сейчас посмотрим. Ну, там пуч. Худ. Ну, первое время худ бы собрать. Было бы хорошо. Потому что у нас персонаж такой... Ватненький в начале. А там прокасты. Там кнопки. Очень много кнопок. Будет тяжело. Если нас будут хукать постоянно и тосать и... Тосать и аваланчить, это будет очень больно. Поэтому, друзья, нам необходимо будет уплотниться немного. Но, предварительно, отстояв нормально мидлейн, будем спамить. Нормально будет. Душите. А что я один разминаю? Ну, так я один рейнджевик, да. Можно было тарэн кинуть. Мои дьяволы ждут. Ну, типа тут у него вкачана монетка. Не вижу смысла у него забирать. Он не дурачок вроде. Все, отлично. Отдаем. Отдаем пацану. Пойдет. Ну, так сказать, во благо. Во благо, так сказать, каточки. Бара, да. Бара сейчас зря не зачаржился. Могли изи убить. Я еще ману просадил. Курьера нету. Буста тоже нету. Монетки нету. Будет немного тяжелее, чем прошлой катки. Но, тем не менее, если будет тяжелее... Опа, Джахаракал на миду. Или просто Ракал. Без Джаха. Джахаракал, кстати, это изи катка. Вообще не серьезный персонаж. Я не знаю, как я буду на него гайд писать. Потому что этот персонаж, он, так сказать... Он очень сильно проседающий, данный герой. Очень сильно проседающий. Он по мете просел. По фишкам, по всем. Он такой, знаете, очень... Мусорный стал. Мусорный герой. Хорошо. Странно, что не тени на миду, но ничего страшного. Хотя почти всех крипов забрал. Он еще топоры качает. Ну, у него стик. Значит, пацан сильный. Не добью. Не добью, найс. Так, ну пока курьер не нужен. Ждем, может кто-то тоже купит. В принципе, я на мидлейн вообще крайние, крайние разы на мидлейн уже не покупаю курьера. Потому что вроде всем досконально, подписчикам, объясняю, что курьер не обязан покупаться мидером. Так что, друзьяшки мои, мои подписничники, запоминайте, что в игре есть такая роль. Саппорт. Она должна покупать курьера. Не в зависимости вообще от ситуации. Саппорт есть всегда. Должен быть, по крайней мере. Саппорт всегда должен быть. Хорошо, у меня 700 голды есть. 700 голды. Это значит, что? Это значит, надо покупать курьера. Это значит, надо покупать курьера. Задулочка. Брать боту. Гоу. Приходится все от руки делать, потому что админы не могут сделать бинды, как раньше. Да, поник. Да, Зес. Не знаю почему. Не можем сделать, но не получается, брат. Как поник туда зашел, говорит. Братан, у меня все нормально, все, давай, до свидания. Как будто я какой-то, ну, дурачок, что ли, придумываю или что-то тому подобное. Типа, ну, это было очень некомфортно. Так, ну на пятом левеле начнем. Спам контору. На пятом левеле. Достаю с формом. Мы его там не убьем. Да-то собрался идти. То есть, от нос вылетит. Ну, или так. Ну, типа, если бы вылетел от нос, был бы намного лучше. Но тут, типа, я не собирался идти под тэшку. Серьезно. Ты куда? Ого-го, тут еще один инвалид. Не достанет? Эх, жалко. Ну, амэса нету. Гоу, варди к себе. Уф. Уф. Потненько. Будет. Курьера ждем. Фазы ждем. Курьера. И скоро шестой левел. Это очень хорошо. Так, на низу у нас начинается файт шекл. Ага. Отличный тайминговый торрент. От кунки. В кавычках, ребят. Поставим варп вот сюда. Фармим спокойно. Гоу, иллюзии поднимем. Странно, что я его не добил. А, найс, топоры. Ребят, ну пойдите, сбейте что-нибудь, сделайте. Он там хилится. Братан, ты ничего не попутал? Опять хилится. Да ты наркоман. Ты что, каждый раз хилится после каждого с форма будешь? Отойдем. После каждого с форма хилится парень будет. Барай, куда ты чаржишься? Стоечку переключил. Ля, что делает? Ля, что делает? Но он быстрый тоже. Мы тут не заберем его. Там на с форм не хватит имейджа. Надо с фейзами. Когда фейзы будут, тогда можно будет убивать. А так нет. Пока не убьем. Фазы сделаю и го. С фейзами убьем. Нефиг делать. Он просто стоит и все. Просто он больше ничего не способен сделать. Пока что. В лейтгейме, конечно, безусловно, этот персонаж очень сильный. Но до лейтгейма нужно еще дожить. Хорошо. Есть фазы. Бутерброд. Бутерброд. Что там? О, да там лоха пешки. Я бегу, я тут. Ребятки. Я бегу, я тут. Крепчик раз. Крепчик два. Э, а как не добил? Ну вот этого пацана точно добивать надо будет. Понимаю. Тауэр, если ты не бил, я бы сейчас хилился. Ааа, ужас, как же это зашкварно. Когда хочешь добить и умираешь тупо из-за того, что жадный. Ну и Бара даже не подтанчил, ничего не сделал. Он же мог сделать все. Вот это вообще зашквар, ребят. Вообще вот. Сейчас прям просто вы прочувствуете мою ситуацию. Когда Бара забил... Когда вот я был уверен, что я заберу со сформа инвокера, потому что мне необходим этот фраг. Вообще просто он жесть как необходим, чтобы буститься. Буститься. Чем больше фрагов будет, тем лучше. Тут не дается за фраги. Тут дается за драки. Сейчас кто-нибудь напишет обязательно. Берется из-за фраги и файтинги. Файтинги тоже как бы это приоритетность. Так, братан, короче. Гоу. Побегаем немножко. О, побегаем. Боже, как же это изи. Я не знаю. Просто даешь сало. И просто... Этот персонаж до того не знаменит вообще, что инеми и оппоненты не знают. Не знают, что... Ал-бан-он. И забаним бару, потому что он неадекватный. Он монеты забирает у химика. Химику монеты в приоритете. Почему он их забирает постоянно? Зачем так делать? Хм, стоп. Или там бар... Или жаггер забрал. Ни хрена не пойму. Сейчас бару разбаним тогда. А что делать? Недопонимание они такие. Бара лухоповый. Сейчас сам страйк чекайте под ногу. Так, у меня почти есть ульт, но мне надо фармить. Что там, бару разбан надо? Бан лист. Лист. Унбан. Ал-бан-он. Гоу на низ. Гоу, побегаем просто. Тролль на низу. А вообще на тролля пофиг. Сейчас бы рецепт был бы, было бы хорошо. Гоу. Нечего бояться вообще. Кстати, рестнулся. Рун контроль. Гоу, гоу, гоу на руну. О, дабл дамаж. Гоу, 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 руну быстренько. Хорошо. Ганг конторочка. Гоу. Гоу. Ну, не знаю, духов поднимать или нет. Гоу, духов поднимем. Духов и в тавр сразу. Суицид. Гоу, брау. Гоу. У нас нет времени уже. У нас нет времени уже. Давайте, давайте, давайте. Хоть чуть-чуть хп отнимем тавру. Вообще под сайленсом ужас Шамана задушили Айс, ну только так, душегубские Такие катки Душам шаманов всяких Всяких бойников Но это не бойник, у бойника другой никнейм был Ну изи, изи, вообще На этом героя прям изи разносим Прям изи Изи каточно Опа Локер полтснапы в крипов дает Ага Вот это инвиз Дайгер утин Фален дэвил Братан, ну мне Мне там нужна руна Но я боюсь, он меня с прокаста может убить Ну ладно Ладно Как скажешь, бро Гоу, лотар сразу Лотар в этой катке Тупо в лотар Сейчас быстро выфармим Топ товара еще стоят Надо на топ сейчас сходить Ага, руны нету Го на Б На Б сходим ТПшка И амулетик Теперь можно попробовать С горем пополам до 14 минуты Тянуть леса пинать Но так тоже не очень Что-то как-то Давайте сейчас здесь крипов заберем Здесь крипов заберем Хорошо Джаггер 1-4-1 И спрашивает А ты мид умеешь стоять? Джага Брат Ты умеешь на керри? Спросим просто, ребят Не в обиду, ничего Просто спросил Умеешь ли ты на керри? Умеешь ли ты на керри? Это он спрашивал Умеет ли я стоять на центральной? На таких поинтах Да, изи Тут как бы 1-5к это А он даже Джага не хочет отвечать Понимает Что? Ответа годного как бы не даст Печаль Ладно, гов леса Пройдемся Что-то мне там смс-ки какие-то валят Страшно, грубай Круста к ним Стакнем И сюда Летучих мышей, так сказать Наплодить надо Вот так вот Опа Опа Как оно? Как вам такой фарм, друзья? Фарм контора Спам контора Оба Найс Заспамил, да, друзья? Друзья Опа 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 Ча Опа Ча А я побежал Я очень быстрый На фазах просто 500 миллионов Миллионов Миллиардов Тысяч Что за смс-ки мне тут валят? Боже Пополните баланс Пополните баланс Говорит Прикидывайте Есть кнопки Я готов О, пуш с худом Это радует Радует Так что старинный такой пуш Знаете, в 90-х 90-х Пуш из 90-х Так, ну что Куда пойдем? На Т2 не хочу Сейчас Курьер прилетает И гоу Вот он Вот он Вот он Пуш Хорошо Го Го Бэкстеба хватит По идее Бэкстеба хватит Но не сильно много у меня хп Можно поднять сильвером Ситпоинты Ооо Салам алейкум Типа сейчас Инвокер с эсэ еще может дать Поэтому аккуратненько стоим Аккуратненько Аккуратненько Тинни стоял Ждал Поджидал Курим здесь Берем руну Не знаю По таймингу будет кидать он руну На руну Этот А на пофиг Рискнем Рискнем Так сказать Тинни не убил нас с прокаст Потому что он неправильно давал прокаст Он пытался растянуть Мне У меня 900 хп Мне хватит дэмэджа Чтобы просто умереть С двух кнопок Он не умеет Ребят Вот просто Если бы он сделал бы Быстренько Аватос Я бы умер Сто процентно Просто Вот сто процентов Умер бы А он растянул И дэмэджа Никакого не нанеслось Вот эта неопытность Которая мне сейчас Помогает И надо что-то в плотность идти В какую-то Хорошо Не знаю Поднимать духов Или нет Тут Страшно Идти сюда На самом деле Сюда А Тинни там Вон он И не там И не там Можно идти Тэшку спокойно Смотрите как тавер падает Просто Сразу Крипы подходят Сразу спам Опа Хорошо Отлично Сейчас захилимся Еще Давим сало Ну и вот Такую вот Штучку Хорошо О Хил Отлично Отлично Неужели опять ГГ будет Жесть Как же Огнем Слушайте Я так смотрю Кроба Все же Она Ее не пикает Но она Она Очень Очень Сильный герой На этой карте Я считаю Знаете почему? Потому что тут Постоянно файты А файты под Экзорцизмом Это мощно Это все равно Что файты Под Стаунгейзом Серьезно Потому что Файты под Стаунгейзом Так что Скорее всего Этот герой Даже может быть Тут метовый Я так думаю Может быть даже Метовый Кто знает Кто знает Может этот герой Даже метовый Ну я типа Далеко был Не знаю Они сами там По Т-10 лезут Тебе какой смысл Их сейвить Конторы Сейчас сворм Немного Поднакопим Ааа У вас Вижен тут Стоит У вас тут Вижен стоит Уф Куканиус Но 2.8 Вижен стоит Кто знал Что там Вижен стоит У них Вижен стоит Кукантум Сейчас Память Начнем Раз До этого добиваем 2 Просто кайф Я кайфую Просто 2 2 кнопки Нету Крипов Просто 4 секунды С акторином Там 3 Там 2.8 Такие там КД С акторином Это просто ужас Это ужас Просто Тихий ужас Хорошо В акторинус Ребят Акторин Наша победа Так Гоу Побежали Так Мегакил А кто? 4К Бомбер Это у нас Этот парень Гоу Побежали Ой Армлет Мастер У нас тут Татацид Умер Понимаю Армлет Мастер Умирает Татацид На тролле Армлет Это что-то Новенькое На тролле Армлет Это что-то Новенькое Ладно Заспамим Тут Фига себе Ну я Не банальный Чел Типа ХЗ У меня Кнопки Такие Не работают У меня Юл Тем более Ого Такая кнопка Работает А такая Нет Понимаю Гоу Запушим Тинник там Еще живой Да Он только что Давал торнадо Он у него Опять есть Что-то У него Смысла Его Догонить Вот На топе Есть Смысл Я умер за него Хорошо, выфармливаем Сейчас, о, 22 минута и Дай мне Ботал Ботал у меня, спасибо Так, ну что, гол вниз Драка Он там пацан страйки раздает просто и все Типа вот в чем секрет его Его овный, так сказать Сейчас будем уплотняться Я смотрю, они так собрались Инвокер и гоним держат Можно Рошана пойти забрать За 30 секунд-то я заберу его, в принципе Дэмэджа хватит А косарику в секунду Боже, ну я очень сильно пофармлю Вообще просто я спамлю по кд и фармлю Гоу заварнемся немножко Или рошу го Рошу го А то у меня все фермеры и я один тут дерусь Хотя они тоже дерутся, но дерутся они под товарами Мне не нравится у нее Анимация в некоторых моментах Атаки А в некоторых моментах и нравится Анимация, она очень такая Ну с одной стороны, опа Вот сейчас он правильно нажал Аватос нажал Найс, я понял Ну Гоу, я в заварнуш Сейчас заваримся Опять Тинни ВС играет И опять вот эти вот, ну, бестолковые Да кинь ты в него склянку, он умрет Кинь ты, ты шо Не надо ее допрягать до До прям неимоверных количеств Достаточно на двоечке уже откидывать ее Тогда уже профитно Он попал Вытянул Финик Так, ну начался у нас тут файт Химик бежит со склянкой Скорее всего Пуш должен его кушать Но Пуш почему-то боится его кушать Почему-то пытается убежать Откидывает склянку у нас Изи убивает, тролль пока что убивает У нас Баратрума Кунка дерется с Рошаном Не знаю, типа У всех такие разные цели Кто-то там дерется с Барой А этот дерется с Рошаном Знаете, типа это ПВП сейчас было Пуш против Алхимика Такой, и такой раз Такой Тролль против Барой Такой И Кунка против Рошана И знаешь, тыщ Рошан ему Баша в лицо Понимаю Сейчас завардимся И будем играть Потому что что-то, ну, они Это, блин Ах, отвратительный Тинни Одна кнопка, миллион демеджа Пора, наверное, боттл продать, друзья Тролль с Момом Это не 83-е, бро На 85-е, это круто Мом На 85-е, это помойка Так, ну там инвекер был, я видел Б Я неуязвим У меня все есть, чтобы жить Ну, пробежимся Все есть, чтобы жить Тинни эти, блин Помойные Две кнопки у Тинни Это страшно Две кнопки Че, Рошана будем забирать? Гоу Гоу Ну, ультовать на Рошу Когда мы можем собраться Просто химик затанчит и убьем Ультовать на Рошу я не хочу Да можно и мид Можно и мид задушить Да, да, да Будет стрим сегодня Так, так, так Гоу Ну, когда вы эти гайд будете смотреть Тогда стрима не будет, друзья Или будет Я не знаю В субботу гайд выйдет Я только вард поставил Сняли с рта, боже Ладно, уговорили Гоу Алло, АФК А, он шмотки разбил Это репорт Ладно, гоу соло Гоу соло Гоу соло Гоу соло Бедный Рошан У нас алхимик разбивает вещи и ливает Так, ну Почти Давай, давай Он разбил шмот И вышел Нормально Будет потно Как раз Будет потно ВС Тинни, ВС Инва Вот так вот Эту алхимику можно Изи репорт писать Его забанят Просто за такую тему Это руин Целенаправленный Так, ребят Ну тут будет лейтовая катка Это радует Это радует Сейчас сделаем Блин, Шиву Кирасу бы тут сделать Оказывается Оказывается Алхимик Который матерей Там материл Вот он Вот он себя проявил Он там Сын ты там Этой Сын этой Вот вам Пожалуйста Вот такой вот алхимик Ребят, запомните его Никнейм Батлефлу Никнейм у него Так себя ведет В играх Материт Разбивает вещи И Вылетает А я А я его дефил еще Я его дефил Ну просто Приоритет Это как бы Блин Алхимик Монетки Ему монетку Там не дали Что-то Он там Начал Матерей И резать Я не знаю Это отвратительно Как так можно Так, гоу Я пойду По низу Смотрите Надо резче Бежать Там ХГ снесу Инва Травел Имей Кстати Мне тоже Травела Пора Выходить Уже Можно Сразу Уже Душ Поднимать Я тут Стопроцентно Буду На ХГ Заходить Ману Не хочу Терять 500 Ман Очень Много Для Меня Давай Давай Повезло Что Ульк Манчился Ну В принципе Нормально Че Нас Тини Мидлейны Ломают Гоу Дефицит Дефицит Гоу Трой Лотар Придется Гемом Забивать Слот Это Плохо Это Очень Плохо Там Лотар У нас Бара Без Детекшена Будет Да Ну Конечно Даст И Есть Ж Не Достаю Живем Живем Пока Сопротивляемся Нет Тут Уже Не Сопротивляемся Блин Но Тут Проблема В том Что Походу Тут Будет Очень Потно Врогу Дать Сал И Убежать Но Маловероятно Да Никак Тут Нету Команды Просто Жаль Сейчас Кто-то Напишет По-любому Вот Он Трол Смотри Би Да Мы Не Можем Законтрить Смотри Би Вот Он Трол Да Трол Твой Падает Тут Просто Видишь Как По Команды Просадка Началась У нас Петушок На Алхимике Уйдите Уведите Его Отсюда Я Не Хочу Жать ББ Кун Каф Каф Встал А Я Понял Почему Деф Эти Типа ББ Жать Чтобы ХГ нам Не Снесли Боже Ну Команда Ужасная Встал ВФК Ладно Б Цмат Об Какой-то Забаним Цмат Оба Хекс Надо Я не буду Жать ББ Просто Принципиально Если Один Я что Я духов Подниму Ну да Я Деф Окей Но Я лучше Я лучше АФК Посижу Как и все Ужас Он еще на рошане Встал АФК Там И все И стоял Так Ну что Придется Гем Брать Гем Брать Травела И пытаться Душить А что Делать Если У меня Три Челика Не умеют Играть Вообще Они просто Не играют Не в том Дело Что Не умеют Или там Они просто Не играют Тупо Не играют Тупо Не играют Что-то Там Меня Хочешь Дать Ну я Типа Тут В любом Случа Сало Получаю Побежали У него есть Даггер Иу Надо Тут Давать Хорошо Коли Щит Забрали Святое Дерьмо Забрали У пацана Тини Наш Догоним Дастов Нет У меня Есть Хорошо Майнвокера бы Что-то Хекс Какой-нибудь Хекс Какой-нибудь Го Хекс Попробуем Сделать И Шива бы Зашла Другой Урон Через 17 Секунд У меня Нету Тролл И что Тролл У меня Гем От Твоего Тролл Вон Твой Тролл На Меду Го Поможем Пацану О Да Кстати Мы Щего Убьем Щас Тут Щас Тут Убьем О Понимаю Ну Хастой Придется Диспейлить А нет Не придется Ладно Придется Ну Хорошо Хорошо Лад Пулз Пошел Сдох На ХГ Пишет Лад Пулз Осыдительно Отмазаться Что у тебя Лагает В принципе Дефицем Мы сможем Атаковать Мы тоже Сможем Сейчас Дело Времени Сделать Хекс Тут Копейки На самом Деле И Изи Катка И Изи Катка Запотеем Не будем Дезморалиться Потому что Все В моих Руках В этой Катке Рили В моих Потому что Я Я Овню Я Должен Тащить Просто Поймать Позиционку Удачную Доделать Хекс И Инвокеру Так сказать Октарин Тоже Инвокера Это Вечный Юлак Тинника На под Тинника Не встать Потому что Ни армора Ничего У меня Нету И Нужно Действовать Аккуратно Вот и Все Вы же Любите Потные Катки Вот вам Пот Как будто Тебе Это Поможет Серьезно Твой Латенс Лаги Не От Латенс Все У тебя Интернет Хреновый У тебя Все Лагать Так Чуть Нужно Еще Подожди Куда Ты Торопишься Не Хочу Там Духов Поднимать Где Войн Стол Хочу Это Чел На Баре Просто Бежит Не Боится Ничего Где Как Моя Там Ты Она Моя Як Это Не Смотрит Интернет Продолжен Не Я Боже Души загрызут За инвокером успею, по идее Я очень быстрый Пол фикса есть Да че ты стопаешься, дурочка Хорошо Рефрешнекстом надо, но гем Мне нужен гем И его продавать ни в коем случае нельзя Так, Сильвера Да, Сильвера чуть позже Вот типа мы сейчас пофайтились А пушить Я вот иду на базу, чтобы заресториться Какой лес? Иди линии толкай, извращенец Ой, ужас Инвокера нету, они там лес пинают Ладно, я ресториться бегал Ну какие леса, ребят Ребят, какие леса Го пуш Да какая Оега, некуда Некуда Оегу Себе бери Мне некуда Оегис Лагерь Лагерь Че, заварнемся Че, заварнемся Хорошо Хорошо Рэкбэ Рэкбэ Реально стоит АФК просто Ой, инвокер умер Это хорошо Плохо Кого? Вот этого солить, наверное, надо Вот этого пацана Я тут умру сейчас с такими темпами Сало даю, но меня могут тут с башени выпустить просто Так, ну я пока бегу Пока бегу, бегу Хорошо Хорошо А, так кунки Да, кунки же с нами нету по КД Я тут думаю, в чем проблема У нас-то кунки нету Тараска, блин У нас тут проблема в том, что Гоу Эксб У нас тут проблема в том, что У нас Челик На кунке Тоже очень сильно АФКшит Это проблема Ну сейчас Сильвер будет получше Я не могу больше Айтемы никакие приобрести Потому что нам нужен гем Иначе мы инсталузаем Барри гем отдавать Это гг Рефреш надо будет покупать В отдельного курьера По-другому никак Тинни вышел с АФК Сейчас будет овер Тяжело Но у нас кунка так АФК и будет ходить Ужас просто Что за команда Меня просто сейчас Если дасты возьмут Там они в пятером накинутся Четвером Они меня убьют На этом кат Скорее всего закончится Просто я тут соло Соло пытаюсь выиграть Все, уже кстати Два сформа не убивают Два сформа уже не убивают Крипов Это плохо Я дальше не пойду Не зря я дальше не пошел Инвокера бы какого-нибудь тут подловить Что там он любит разминать Стоять Булки Булочник Булка 12-21 Сейчас можно будет Пофайтиться Вместе Ну как вместе Тинни просто Со сплэша всех убьет Баратрум Че там Баратрум Это мусор Там тролль Нажимает кнопки ГГшка Хорошо Ультани Джага Ужасно Ой-ой-ой Это плохо Все, минус ульт Ульты нет, но вы держитесь Рефреш надо Нужны айтемы У меня гем лишний слот получается А я по-другому никак не могу Да надо Этпшиться на базу И за три фреша Обратно прилетать Это тут такая страта Должна быть Под Чисто под Блин, ну кунка Просто рилли Игнорит катку Просто игнорит Разж philosophical Професс Отстаться на базу Да С Sahaja Ужасно В апрел 15-20 Ужасно В омни Если В В В Г Ох, что-то камень Но с эсэшки я не умру А вот так могу умереть? Ужас, что происходит? Надо ультануть Эх, если бы я был там Хорошо Отлично Плохо Или хорошо, я не знаю Что происходит? Я не знаю С Тони Геант ББ нажал Вот что происходит Ужас, он намалакрите баф Ну а что вы вдвоем тут АФК стоите? Ну что вы за игроки такие Ладно, гоу, на размене Ребят Он КАС стоит Плохо Привет, как я? Я очень плохо, бро Я очень плохо У нас просто тут трэш Не хватает Не хватает, реально Жесть Я просто соло Очень тяжело Не могу У меня один слот забит Я не могу Из-за гема Я просто не могу Тут по-другому никак По-другому просто никак Реально Один слот Забит Нужно как-то убивать Хекс Еул Еул Не хочу продавать Это моя жизнь Тараска Блин, Тараска Можно попробовать сделать Тараска Но типа Варды, блин, упали Варды надо Варды, варды Варды упали Инвокера зафокусить А как? Шиву бы, блин Хекс тоже есть Опа Я тут умру, скорее всего Нет Тут же Аниуса Бежим, бежим, бежим Сейчас юл будет Опа Гем, что там у тебя Давай, давай, давай Души ГГ Сдались ВП Найс Потная, потная, потная Ребята, игра И Честно Надо хоть рефреш собрать Как я сказал Сделаем Да, сейчас запушим Вот Крутиться вы с него Вообще Это зашквар АКБ нету Ого, ого Я зацеплю его Ага Найс Крипы рисаются Чтоб заблочить всю контору Хорошо Хорошо Жалко Жалко, жалко Кунка Костя на работе Сидит, играет Кунка на работе Сидит, играет Так, хорошо Сейчас, сейчас, сейчас Надо там раздоломать 18 секунд До ультимативной Змеек через шифт Убиваем Все получится И спамим Джага прилетел Быстрый тролль Сейчас задушим Хорошо Додушиваем, так сказать И топ сломаем Сейчас Сразу тяни 5 секунд Что ты хочешь от меня Ага Я понял тебя Услышал Услышал ТП на базу Возвращаемся Отлично Отлично Вот это страты Да, ребят Гем я по-любому Не хочу выкидать Там, блин Детекшн нужен В любом случае Боятся Но тут можно сказать Если бы тоже Не Джаггер Типа Скорее всего Маловероятно Что получилось бы Ой, изи Изичка Нет Вот так вот сделаю Хотя Брой Это все Что я могу сделать Сейчас На данный момент Дать сало Зайти в лотар Хорошо Куда собрался Никуда ты не пойдешь Потная катка Ребят Потная Гем Наверное Сейчас выложим Все же уже Додушили Так сказать Хорошо Сюда ТП Гем Та-та-та-та-ра-та Да, потная катка Но такие Победа Инвокер Сдался Как Как Не знаю Устал Наверное Можно Рошу Забрать Сейчас Но их там Не сорян На то Что их там Двое Типа Спушить Только с экзорцизмом Экзорцизм только Откадешился Не вижу смысла Че б она у нас Кстати по Октарину Ой, по рефрешеру Наверное Половина уже Откатилась Самое главное Когда юзаем Рефреш Не выложить Октарин Чтобы Рефреш у нас Так сказать Под октарином Был Спивает Свинота Он продал Да Лотар Хорошо Как раз таки Там Тинни Один С лотаром Оставался Допушиваем Если что На базу Отлетаем Вылетаем С новым экзорцизмом Ничего Ничего Сложного Нету Тут Ничего Тут Сложного Нету Пацаны До конца Плеят А тебя Духи Убьют Просто Ты что Они тебя Убьют Брат Они тебя Убьют Они тебя Убьют Убьют Ой Ой Это страшно Убьют На базу Все Ребят Ну Такая потная Игра Была Кунка Немного Подставлял Что-то Непонятные Какие-то Схемы Были Ну Типа Раз мы Победили Не имею Права Его Забанивать Да и В принципе Он там На работе Оказывается Был Но мог бы Написать Ребят Вот такая Вот жесткая Катка Ластовая Ну Более Такая Потная С большими Вариативностями Ну Не знаю Надеюсь Вам геймплей Понятен На данном Персонаж В принципе Ничего Сложного На нем Нет Алхимик Радуется Спасибо Алхимику Вот это Запомните Никнайм Что он Вышел С игры Так Сказать Разбив Айтемы Но мы Все равно Выиграли Но и Как бы На этом Все Этот гайд Окончен Всем спасибо Кто его Посмотрел И всем Удачи Субтитры